Всем привет! Вы на канале Gadgetmania и я не страдаю аутизмом, я не долбадон и это моя коллекция спиннеров. Где и как купить вы найдете ссылочку в описании. Ну в основном металлические, короче, вам рекомендую. Почему? Ну потому что они просто тупо надежнее. Если берете ребенку, скажу чуть позже. Мы начинаем, поехали! Ну давайте все-таки проясним, спиннер, что это? Для больных или, скажем так, нормальных людей? На самом деле это просто хайповая игрушка, которая на самом деле очень сильно стрельнула в 2017 году. Некоторые рассказывали о них еще в декабре 2016, даже можно сказать в начале 2017 года. Но сейчас набралось очень большое количество популярности у этой игрушки и пошла новая волна. То есть раньше просто рассказывали о спиннерах, а сейчас собирают коллекции. То есть коллекционируют разного рода спиннеры. Стоят они от 2 долларов до 500 долларов. В зависимости от того, насколько ты способен потратить денег на такую развлекуху. Я собрал небольшую такую коллекцию, точнее мне предоставил магазин. Ссылочку на этот магазин я оставлю в описании под этим видео. Они отправляют спиннеры по всей России. Да, немножко дороже, чем на Алиэкспрессе, но уже надежные, проверенные, что они на самом деле работают. И там интересные модельки, то есть не те модельки, что есть на Алиэкспрессе. Начнем мы, пожалуй, с самого интересного, по моему мнению, спиннера. Это, конечно же, металлический. У нас вот такой вот красавчик. Все они отличаются, конечно, материалами, из чего изготовлен тот или иной спиннер. В основном все подшипники, они такие так себе. Если хотите, чтобы ваш спиннер крутился круто, покупайте керамический подшипник, и у вас будет просто бомбический долгий прокрут, и вы сможете долго использовать данную игрушку. Вот эта вот моделька абсолютно металлическая. Она практически бесшумно крутится. Многие говорят, что это правильно, многие говорят, что это неправильно. Но напишите в комментариях, вы-то умнее, вы-то знаете, вы моложе меня, и вы знаете, как делать правильно. Из чего сделан данный спиннер? Спиннер выполнен в очень интересном стиле. Стиль готика, я бы так назвал. Он называется рыцарский спиннер. То есть тут можно приплести и ассасинов, и тамплиеров, и крестоносцев. Это, по-моему, иногда даже схожие персонажи. Он действительно очень тяжелый. Ну как очень? То есть если вы держите в руке, и вот так вот будете кого-то бить, то вы сможете себя защитить, если на вас нападают. Сам спиннер выполнен отлично. Нету практически нигде никаких вот зазубрин, недочетов. Вот эта вся штука, она рельефная. Круто ее ощущать в руках. Трехлепестковый спиннер. И крутится он отлично. Круто. Отлично крутится. Такой спиннер рекомендуется для коллекции, но не рекомендуется для трюков. Потому что он тяжелый, подкидывать его будет тяжело. Но на самом деле очень интересно иметь у себя вот такой вот спиннер. Выполнен он из, наверное, может быть, латунь, или это так покрашено. Латунь, или сталь. Наверное, сталь. Понимаете, нет, 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 нет. Простите. Отлично. Отличный спиннер номер один. Поставляется вот в такой коробочке. Стоит, да, стоит порядка 15 долларов, но он этих денег стоит. Вот такой вот интересный спиннер. Далее. Тоже из металлических и тоже очень интересных. Это вот такой вот спиннер. Я специально заклеил ценники, дабы вас не пугать расценками. Потому что коллекционные спиннеры действительно стоят нормальных денег. Он немножко попроще, как мне кажется. Потому что он выполнил из такого облегченного материала. Скорее всего, это один из плавов алюминия. И вот он такой вот, может быть, демонический, может быть, немножко такой панковый. Здесь то ли черепа, то ли мечи. Весит он легче, чем предыдущий спиннер. Выполним треугольником. То есть, соответственно, крутится будет вот таким вот образом. Я знаю, что спиннеры оцениваются по шуму, по времени и скорости работы. То есть, как быстро и как долго крутится та или иная игрушка. Я сравнивал и проводил даже некоторого рода эксперименты. Если держать спиннер вот так, то он крутится немножко подольше. Потому что центробежная сила помогает. Если спиннер держать вот так, я научился даже вот такому трюку. Это, конечно, не трюк, а просто ты держишь спиннер на пальце. Но, опять же, не каждый может. Попробуйте, если у вас сейчас спиннер в руках. Сможете ли вы удержать его на одном из пальцев. Если все-таки вот держать так, то спиннер крутится на несколько секунд меньше. То есть, быстрее завершается его вращение. Металлический, коллекционный, не на каждый день. Главное иметь один из таких красивых спиннеров у себя в коллекции. Один из самых моих любимых представителей данной игрушки. Тоже поставляется в такой коробочке. Здесь цене 2400. На самом деле, он когда-то стоил этих денег. 2400, представляете? То есть, порядка 40 долларов. Выглядит в форме якоря. Имеет вот такие проставочки из декоративных камней. Под бриллианты, под алмазы. Что-то из этого. Он очень легкий. Он алюминиевый. Один из тоже самых тихих спиннеров. Наверное, я про первый спиннер. Немножко перегнул палку, когда говорил, что он самый тихий. Нет, на самом деле, самый тихий, самый легкий. Это вот этот спиннер. Он дольше всех вращается. Опять же, если вы держите так, будет быстрее. Если вы держите так, будет чуть менее длиннее. Это к любому спиннеру относится. И он очень удобен тем, что он очень легкий. То есть, его главная задача – это быть алюминиевым и легким. При этом он металлический и легкий. Не совсем удобно зацеп делать. То есть, если вы держите его в руке, не совсем удобно вот так вот цеплять. То есть, опять же, это больше в коллекцию. Но при этом он легкий. И если вы крутите так спиннер, то вам будет удобно. Если вы крутите спиннер, держите в руках и делаете вот так вот, то, наверное, не совсем удобно. Во всех этих спиннерах практически одинаковые подшипники. В некоторых немножко отличаются. На некоторых спиннерах у нас откручиваются. Вот так вот все выглядит внутри. На некоторых просто сдергивается защита. Она пластиковая, она сдергивается. На металлических во всех она практически свинчивается. Самозакручивающая такая фишка. И практически бесшумный спиннер. Крутой спиннер в коллекцию в виде якоря. На самом деле, очень много моделей. Ну, очень много моделей. И светящийся, и переливающийся, и перламутровых. Один из тоже самых популярных спиннеров, которых надо иметь в коллекции, если вы не хотите что-то наподобие этого якоря. Это двухлепестковый спиннер, который просто выглядит как вот такая вот штучка. Его крутить удобнее, чем спиннер-якорь, потому что здесь нету острых граней. И вы можете свой палец положить на одну из лопастей и, соответственно, вот таким вот образом крутить. Он в шумеет. Воспроизводит вот такой вот крут. Как будто крутится колесо велосипеда. По весу он тяжелее, чем якорь. Но он даже приближается, то есть он немножко поменьше. То есть здесь всего две лопасти, а не три. Но он практически приближается по весу к спиннеру рыцарскому. К рыцарскому спиннеру приближается по весу. То есть они практически идентичны. И если это видео наберет 100 лайков, то мы сравним скорость работы и я покажу несколько трюков, которые я уже подготовил с этими игрушками. 100 лайков. И выходит новое видео про спиннеры. И не надо писать, что я долбоёк. Ну вот не надо. Это всего лишь ознакомление. То есть мне предложили показать вам, что существуют коллекционные спиннеры. Рассказать о том, что не надо покупать 2-долларовые спиннеры. Надо просто начинать коллекционировать спиннеры, если вам эта тема нравится. Итак, перед нами был синенький представитель металлических спиннеров в коллекцию. Вот этот спиннер тоже металлический. И вы его уже видели на канале. Если не видели, то посмотрите один из предыдущих моих роликов. Это один из самых круглых спиннеров в мире. Он не абсолютно круглый. Знаете почему? Для того, чтобы его было удобно крутить. Он немножко уже подрасшатался, потому что я его и в хвост, и в гриву пытался на нём учиться всем возможным трюкам. Но очень удобно держать так. И очень удобно держать вот так и раскручивать. Это колесо, а колесо всегда крутится. Он металлический, лёгкий. При этом внутри уже подшипники, внутри подшипника сами шарики. И с ним, наверное, выполнять трюки будет проще всего. То есть он крутится практически на любой поверхности. Я уже его подкидываю, я уже его кручу на определённых местах. В общем, один из моих любимцев, вот такой вот металлический круглый спиннер. Я его называю один из самых крутых круглых спиннеров в мире. Он очень лёгкий. И действительно популярный. Такой спиннер, если вы хотите, чтобы у вас была полноценная коллекция, вам по-любому надо держать круглый спиннер у себя в коллекции. Если понравилось, ссылки будут в описании. Это пластиковые спиннеры со светодиодами. Если честно, я думал, что всё немножко по-другому происходит. Почему? Потому что я думал, что светодиоды загораются от силы вращения. То есть начинаешь вращать и автоматически включаются светодиоды. Но смотрите, что происходит. Мы вращаем пластиковый спиннер. То есть мы перешли уже в раздел пластиковые недорогие спиннеры. Такой спиннер стоит недорого. Порядка 200-400 рублей в зависимости от продавца. Может быть где-то дешевле, может быть где-то дороже. Здесь установлены самые дешёвые подшипники. Он очень лёгкий, он очень шумный. Но его проблема, точнее его преимущество в том, что он не просто пластмассовый, то есть он весь звенит, бренчит и что-то делает. Он со светодиодами. Эти светодиоды практически не видно в дневное время суток, если они не сели. И вот они вот так вот ломаются. Я сейчас выключу свет. Чтобы показать работу данного спиннера, я специально выключил дополнительное освещение. Вот фишка этого спиннера в том, чтобы он вот таким вот образом ночью, представляете, ночью, когда абсолютно темно, здесь есть хоть какое-то освещение, но вы всё равно можете оценить, за что многие миллионы жителей планеты Земля любят светодиодные спиннеры. Пластиковые светодиодные спиннеры. Существуют ещё и металлические светодиодные спиннеры. Если это видео наберёт ещё больше лайков, чем 100, ну давайте хотя бы 300, то я вам покажу светящийся металлический спиннер. Он будет более качественным, более надёжным и более вечным. Пластиковый немножко упадёт, и светодиод, соответственно, там внутри же проводки, то есть они достаточно маленькие. Если он упадёт пару-тройку раз, то и как только кончится батарейка, он перестанет светиться. С этим спиннером прикольно завлекать детей, маленьких детей, показывать им какие-то небольшие трюки, показывать, что вот существует такая вот игрушка. Ну и в коллекции, конечно же, светодиодный спиннер надо иметь абсолютно каждому, кто увлекается таким видом хобби. На этом спиннере существуют вот такие вот выключалки, и вы можете крутить, как обычный спиннер. То есть вы должны понимать, что со временем, конечно же, у вас батарейки сядут, и светодиодный спиннер превратится в обычный. И у нас остался последний представитель. Я его приобрёл за свои деньги, для того, чтобы просто он был. Почему? Во-первых, я люблю красный цвет. Если вы любите красный цвет вместе со мной, то ставьте лайк. Нет, я не псих. Я просто люблю красные и оранжевые оттенки. Этот спиннер сделан из пластика и металла. То есть в себе он совместил сразу два вида материалов. Пластиковая основа, металлические вставки в трёх лопастях, и, конечно же, внутри хороший металлический подшипник. Крутится он обалденно по весу. Я сначала думал, что он будет лёгкий, но он не лёгкий. Он не лёгок, он действительно такой тяжеловат. Он не такой тяжёлый, как... Причём вот этот спиннер красный тяжелее, чем вот этот металлический, блестящий, то есть металлического цвета, алюминий. Представляете, да? То есть вот эти чёрные вставочки, это, скорее всего, сталь. Поэтому он тяжёлый. С таким спиннером хорошо учиться трюкам, потому что вы будете понимать, он практически не боится ничего, его сложно раздолбать. Если вы захотите поменять подшипник, то вы, в принципе, можете, как на любом другом, поменять этот подшипник. То есть игрушка такая многоразовая. Мне кажется, это удачный спиннер для того, чтобы учились разного рода трюкам. Он тоже должен быть в коллекции, если вы коллекционируете и занимаетесь вот такой вот прикольной штукой, как фиджет, ручной спиннер, пальцевый спиннер, как хотите, так и называйте. Его удобно держать одной рукой, если вы правша или левша, крутить одним пальцем, потому что постоянно палец попадает на одну из лопастей. Его удобно крутить вот так вот. Ну, собственно, вот на этом, пожалуй, всё. Это моя коллекция спиннеров. Всевозможные, разновидные, разные расцветки, разные материалы корпуса. Всё, что вашей душе угодно, вы найдёте по ссылкам в описании. Спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки на спиннеры, на группы, на меня в соцсетях, на мой Инстаграм, где буду я крутить эти спиннеры на протяжении всего лета, тоже в описании под этим видео. В общем, всё есть на сайте gadgetmania.ru и там не так давно добавились смартфоны, гаджеты со всех магазинчиков, в основном с Алиэкспресса. Совсем скоро увидимся. Набираем лайки для того, чтобы увидеть ещё больше спиннеров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok